Здравствуйте, это компания Дома в Дорогу, меня зовут Константин. Ребята, вы не поверите, мы нашли аналог Хобби Делюкс или Хобби Делюкс Эдишн 545 КМФ. Вот такой прицеп. Но, вы знаете, мы сравнили цену и ахнули. Цена Хобби 545 Делюкс, цена голого Хобби 545 приблизительно соответствует цене вот этого нафаршированного. Что значит нафаршированного? То, что считается в Европе доп. опциями, тут уже включенные опции. Но теперь все по порядку. Значит, в каждом видеообзоре я буду рассказывать принципиально отличия европейских прицепов от американских. Что здесь есть, то чего нет в европейских прицепах. Но, еще раз повторяю, это аналог Хобби 545 КМФ. Это самая популярная в Европе планировка, самая продаваемая планировка в России. Но при той же самой цене у нее огромное количество преимуществ. Называется этот прицеп Малард ХЭЭТ М185. Но теперь давайте пойдем вокруг, и я вам буду рассказывать о нем. Значит, уже включенная опция, это источник автономного питания. Здесь есть электричество в чистом поле, там где нет внешних источников электроэнергии. Дальше, подкатное колесо, ну вот, нужно крутить. К сожалению, вот тут нет вот этой кропки, которая, как в американских прицепах, сама поднимает и опускает. Но это мелочи. Значит, дальше. Дальше, домкраты, домкраты могут устанавливаться как вдоль, поперек. Они умеют этот прицеп выравнивать параллельно относительно земли, не только вдоль, но и поперек. Это очень важно. Дальше, смотрите, какой клиренс огромный. Это внедорожный прицеп. В Америке его и не называют, собственно говоря, внедорожным. Тут не знают, что такое внедорог, наверное. Хотя, в принципе, плохие дороги есть везде. Но обратите внимание, клиренс огромный. Это очень большой внедорожный прицеп. Дальше. Колеса гораздо больше, чем у европейских прицепов. И этот прицеп имеет не резинно-жгутовую подвеску, амортизаторы, а рессоры. Значит, следующее. Подается в него 110 вольт. В Америке стандарт 110 вольт 60 герц. Но переделка на 220 вольт 50 герц не составляет абсолютно никакого труда. Это очень делать легко. И занимает это полдня рабочего времени с перекурами. Дальше. У всех американских прицепов нет кассеты биотуалета. Тут один большой бак. Значит, бак серой воды и бак черной воды. И вот с помощью вот этих вот рычагов, ну тут они сняты, потому что он новый. С помощью этих рычагов мы открываем выход либо черной, либо серой воды из вот этого патрубка, из вот этой трубы. На эту трубу надевается гофрированный шланг и выводится очень далеко. Можно на обочине дороги в российских условиях слить. Только обязательно применять зеленую жидкость биотуалета. Она не портит окружающую среду. Либо можно подъехать к септику. А если септик далеко, с помощью подкатного бака на колесиках слить эту воду в этот подкатной бак и отвезти куда-то далеко. А сам гофрированный шланг помещается вот в этот бампер. Значит, прицеп имеет запаску. У европейских прицепов запаска как ДУП-опция. Сюда можно повесить все, что угодно. Кстати, вот камера заднего вида. Это тоже включенная опция. Значит, маркиза у этого прицепа самовыдвигающаяся. То есть нажимаешь на кнопку и она сама выезжает. Вот в качестве игрушки оборудованы, прицеп оборудован внешними колонками. Так что можно включить музыку и слушать ее там, если столик у вас рядом с прицепом, под маркизой все красиво разложили. И, значит, дальше это вход в багажное отделение. Вот он, кстати, подсвечен. Видите, я первый раз вижу, чтобы в прицепах багажное отделение было подсвечено. Вот, этот прицеп не имеет слайдера. Вот. Кстати, вес этого прицепа всего-навсего 2 тонны. Это несмотря на то, что внутри натуральное дерево. Почему натуральное дерево? Он через 20 лет будет таким же, как сейчас. Он не желтеет, не краснеет, не белеет, не трескается. И еще, совсем забыл вам сказать. Вот это все не алюминий. Это все стекловолокно. Корпус этого прицепа вечный. Ну, не тысячи, так сотни лет будет служить. Потому что корпус сделан не из алюминия, а из стекловолокна. Толстого стекловолокна. Он не будет трескаться. Он будет всегда такого цвета, как сейчас. Как вообще доставляются эти прицепы из Соединенных Штатов Америки? Мы сейчас находимся в городе Чарлстон. Можете посмотреть по карте. В 40 или в 60 километрах отсюда находится порт Саванна. А из порта Саванна раз в две недели курсирует корабль, который доставляет спецтехнику. А эти прицепы считаются спецтехникой, потому что они не влазят в контейнеры. Значит, доставляет раз в две недели спецтехнику в Санкт-Петербург. Корабль прямой. Значит, ход у него до Санкт-Петербурга от 24 до 37 дней, в зависимости от плана маршрута. Значит, вот я сейчас посчитал, стоимость, если сравнить, стоимость Хобби Делюкс 545 кмф стоит вместе с доставкой голого, голого. То есть нет ни кондиционера, ни маркизы, ни источника автономного питания, ничего. Стоит 2 миллиона 666 тысяч. Стоимость этого прицепа приблизительно такая же, даже чуть-чуть дешевле. И это с маркизой, это с автономным питанием, это с кондиционером, это с электрическими тормозами, с теплым полом и так далее, и системой Трума Дуа Контроль. То есть стоимость нафаршированного прицепа вместе с вот этого нафаршированного прицепа аналога Хобби 545 кмф, Маллард Хертленд М185, составляет приблизительно столько же, где-то 2 миллиона 600 тысяч, а то и дешевле. Полная снаряженная масса этого прицепа составляет 2,016, 2 тонны 16 килограмм. Всего-навсего. Но не забывайте, что в эти 2,016 кг входит и кондиционер, и маркиза, и теплый пол, и система Трума Дуа Контроль, и материал, из которого он сделан, не забывайте, это стекловолокно, и толстые стены, которые позволяют ему существовать в условиях очень низких температур, и гораздо больший холодильник, чем в Хобби 545. Кстати, по поводу холодильника, того, что, да, и самое главное, у этого прицепа натуральное дерево, сносу ему не будет, оно навсегда. Ну, теперь самое интересное, давайте посмотрим, что у него внутри, особенно это будет интересно тем, кто имеет Хобби 545. Вот посмотрите и сравните с вашими прицепами, пошли внутрь. Прицеп Мэриланд Хартланд М185, аналог Хобби Делюкс 545. Но вот те, кто владеет этими прицепами, те, у кого есть уже Хобби Делюкс 545, наверное, им будет очень интересно. Но вот посмотрите, вот все напоминает вот этот прицеп. Впереди кровать, да, впереди кровать, столик обязательно посредине, как в 545. Естественно, здесь, в американском, везде натуральное дерево, а не какие-то там облегченные дерева, заметили. Огромное окно в 545, по-моему, его на этом месте даже нет. А вот здесь большое, огромное окно. Кондиционер, это уже включенная опция. И вот смотрите, узнаете ваш 545, кто купил его, кто владеет этим прицепом, видите? Двухъярусная кровать детская, вот. И вот там вот еще внизу дверь. То есть можно спать с открытой дверью, но вот этого ребенка окошко. Вот не знаю, дотянусь я туда или нет. Ну, нет, не дотянусь, но поверьте на слово. Значит, это окно. Большой холодильник, огромный. Микроволновая печь. Комфорка. Вот, обратите внимание, ванна. Ванна с душевой кабиной. Она больше, чем в 545. Туалет. Но, почему-то они посчитали, что умываться можно здесь. То есть умывальник здесь совмещен с пуханой плитой. Вот видите, вот он отдельно. Вот он, этот умывальник. То есть, ну, наверное, вот вся семья вышла, по очереди сюда встала, почистила зубы. Там мама вот справа, а слева кухонная мойка. То есть, ну, наверное, они посчитали, что не надо загромождать санузел вот этим вот умывальником. Тут достаточно сделать душа. Ну, душа большого, огромного. С целой ванной для маленького ребенка. И унитаз, да. А умывальник они посчитали сделать вот с этой стороны. Ну, вот такой вот 545 КМФ в американском исполнении. Вот. Вместе с включенными опциями американец стоит уже с доставкой столько же, сколько голый европеец. Вот есть разница, да. Конечно же, если бы я рассматривал 545, я бы однозначно бы купил американца. Однозначно. Потому что весовые характеристики такие же, цена такая же, а опций гораздо больше. То есть, по сути дела, вы получаете бесплатно кондиционер. По сути дела, вы получаете бесплатно увеличенный клиренс с рессорной подвеской. Это в тысячу раз лучше резино-жгутовой, торсионной и все остальное. По сути, вы бесплатно получаете кассету биотуалета. Не кассету биотуалета, а бак биотуалета. 100 литровый. Да. Вы, по сути, получаете бесплатно маркизу, которая сама выдвигается, и колонки. Поэтому это прекрасная альтернатива 545. Ну, единственная разница, что за 545 из Европы можно привезти там за 10 дней, а этот идет полтора месяца. Все. И вся разница. И, кстати, вот давайте посмотрим снаружи. Вот это вот большое окно. Вот оно. Да? Вот окно для верхнего яруса для ребенка и дверь для нижнего яруса. Кстати, нижний ярус может использоваться наверняка в качестве кладовки. Вот. Ну, естественно, бесплатно вы получаете запаску. Ну, как приятный бонус. Итак, прицеп. Американский прицеп. Mallard Heartland M185. Пожалуйста, те, кто собрался покупать Хобби Deluxe или Хобби Deluxe Edition 545 КМФ, пожалуйста, обратите внимание на этот прицеп. Он заслуживает большего внимания. Ну, а мы идем дальше снимать для вас видеообзоры прицепов автодомов. Мы повторяем невероятно интересное путешествие с автодомами по США. С 9 по 30 сентября стандартная программа, а по 7 октября расширенная. На этот раз оно будет еще интереснее, еще грандиознее. Лос-Анджелес, национальный заповедник Долина Смерти, Лас-Вегас, Великие каньоны, каньон Антилопы, скала-изгиб Подковы, Сан-Франциско. А те, кто выберут расширенную программу, еще посетят Гавайские острова и возвратятся в Москву через Токио. Подробные планы и запись в это путешествие на сайте домвдорогу.ру разделе путешествия.